в которой сын жил в Буче. И как раз во время вторжения российских войск он находился там с женой и с маленьким ребёнком. И, ну, короче, к ихнему дому подъехали танки, причём поставили дуло прям в самые окна. Единственное, о чём он с ними смог договориться, это о том, что когда они пойдут грабить магазин, чтобы взять для ребёнка хоть питание, потому что ребёнок грудничок. Ну и, в общем, они сидели-сидели в доме. Потом, в общем, пошла совсем патовая ситуация, начали уже подъезжать буряты и кадыровцы. Ну, короче, в общем, совсем пошло всё плохо. И с теми, с кем он ходил, которые грабили магазины, и попросил их о выходе. И они говорят, значит, вот идите вдоль дороги, говорит, ну там сворачивайте в поля, говорит, потому что наши вас всё равно убьют. даже так? Да. У вас пешком с маленьким ребёнком выбирались и шли с бучей до ближайшего блокпоста. Говорит, просто, это какой-то кошмар. Там, говорит, такие автоматные черги летели нас, там просто, говорит, ну вот так вот тут, говорит, падали, говорит, вставали и только слушали, откуда оно всё летит. Это был ужас. Это был кошмар. И вот эти вот русские СМИ, которые говорят о том, что это всё фейк и это всё типа мы сами подстроили. Это всё такой бред. Я у неё спрашиваю, говорю, Ярослав, а давай так вот по чесноку, когда ты проходил через Бучу, говорю, ты видел цивильных? Говорит, Лиза, их там море. Просто море. Говорит, а машины расстреляны. Говорит, мы почему с основной дороги и свернули, говорит, в обход и шли. Вот так вот. И как-то мне написал один русский и сказал, что это всё фейк, ты всё придумываешь, что ты там такое пишешь. Я в какой-то телеграм-группе написала о том, что они уроды. Ну, как бы это факт, это и так понятно. Я ему рассказала об этом, а он говорит, не-не-не-не-не-не, твой друг всё врёт. Ну, как бы, вот так вот. Ихняя позиция, вот так вот. город Днепр у нас, у нас, так ещё более или менее терпимо, но вот 10 октября это, конечно, был пипец, потому что я в своём доме, у меня все окна скотчем заклеены, у меня там посыпалась штукатурка, там у нас такой страшнючий ракетный обстрел был. Ну, это ужасно было. Не знаю, чего они добиваются. Ну, они, ну, чего они добиваются? Добиваются того, чтобы мы, в принципе, сказали, что Зеленский, давай, всё на переговоры, но никаких переговоров не будет, естественно, никому они не нужны, и никто сдавать свои позиции не будет. Вот. И вообще они все уроды. Ну, как-то вот так. Да. Тяжело. Ну, я выгнала, сколько, сколько вот кто Бучу пережил, рассказывает, вы знаете, всем трудно рассказывать детали, знаете, зверств, да, ну, все рассказывают просто, как бы, что видели. всем очень да, это очень больно слушать, да, господи, этот пол, чей Крым, мы знаем, чей Крым, всё, хватит нам этот пол, уже. И вы знаете, я вам ещё расскажу одну такую историю, у нас есть шелтер, ну, получается, я как волонтёр работаю, вот, и там приезжают дети и пересекают, теленцы, вот, и как-то у меня такая была резиночка сиреневая на ручке, и подходит ко мне девочка Саша, вот, и такая, блин, у тебя такая классная резиночка на руке, вот, типа, можешь мне её подарить? Я говорю, конечно, могу тебе её подарить, вот, я говорю, ты откуда сама? Я с Мариуполя, я говорю, а как там в Мариуполе, когда вы выезжали? Она, да, мы в школе сидели, я говорю, сколько вы в школе сидели? Она говорит, ну, где-то месяц, я говорю, и когда ты вышла на улицу, что там? Она говорит, я когда вышла на улицу, говорит, там мертвяками пахло, можете себе представить? Ну да, в Мариуполе это сейчас одно большое кладбище, я даже считаю вот пощумством то, что Россия сейчас пытается там что-то строить, прямо поверх докопанных тел, потому что они не перезахоронены по-человечески, я считаю, что пока вот каждое тело там не эксгумирует, не перезахоронит, вообще, я считаю, что строить, это просто, это не место для живых в данный момент, потому что это одно большое кладбище, люди на кладбище не должны жить, да, сначала нужно мертвых похоронить, как положено, а не так, как, знаете, во дворе своим собственном, это ужасно, это страшно, ну, война, она вообще самая по себе уродливая, страшная, заборюху, да, поэтому, я не знаю, лично я бы не хотела жить в доме, зная, что он, знаете, построен поверх чьих-то останков, а там захоронение сотни, сотни тысяч, Мариуполь, сколько, полмиллиона жителей было, сколько было до войны? 87 тысяч, 87 тысяч официально погибших в Мариуполе, ну, это официально, они официально, знаете, сколько, числятся без вести пропавших, не официально, там половина, там, 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 там не найдено вообще, они ж, когда запускали этот, скажите, ну, чтобы воду туда пустить, в коллектор, вот, а коллектор был забит, они же начали разгребать, что там в коллекторе, вот, а там коллектор был забит трупами, то есть, вообще, там сейчас, в данный момент, Мариуполь не пригоден для жилья вообще ни при каком раскладе, слишком много там было смертей, слишком уничтожен он, официальная статистика вроде как до 95% город уничтожен, то есть, там ничего нету, в одно большое кладбище, они построили каких-то там три дома, да, на одном месте и входит, сфотографирует, и все пропагандисты его вокруг, со всех этих выгодных ракурсов фотографируют и показывают, будто бы они построили целый этот, ну это ужасно, я